Тематические задания и борьба за вклад. В этом году гонка Занзибар Трофи прошла в стиле фильма «Невероятные приключения итальянцев России». Четырех- и двухколесные монстры соревновались в надежде заполучить заветный клад. Льва искали больше 50 экипажей. Отсутствие связи и чистой питьевой воды. Никогда еще итальянцы не испытывали таких сложностей в России. Организаторы Занзибар Трофи предложили в этом году трассу с четырьмя контрольными пунктами, на каждом из которых участников ждали испытания и вопросы, связанные с классической кинокартиной. Занзибар Трофи в этом году был поставлен для всех желающих, кто хочет и посоревноваться, и отдохнуть, посмотреть, просто проверить свою технику. В гонке участвовали несколько классов автомобилей. За победу боролись участники на джипах с максимальной проходимостью, оборудованные лебедками. Для веселья был добавлен класс пешемоты. Там могли выступать участники хоть на лошади, хоть пешком. А специально для любителей двухколесного транспорта – класс эндуро. У нас была задача организовать трассу для эндуро-класса, которая бы понравилась всем. Я думаю, мы со своей задачей справились. Были разного класса точки, были болота, были поля, были длинные прогоны, были бревна, были закутки такие, которые надо было искать и найти правильный путь. Очень немногие справились. Половина слетела с трассы, еще не закончив и не перешировал. Но люди пробивались и доехали до финиша. Эндуро – значит преодолевать, превозмогать. Участники готовы на все. Ради звания самого итальянского сибиряка. Молодец, молодец, стоять, держи. Разновейся, держи. Но не только конкурсы стали препятствием на пути к заветному кладу и победе. Участники столкнулись с очень сложной трассой. Без любедок и домкратов обойтись не удалось. Машины застревали в грязи, перешагивали через поваленные деревья. Одно из первых заданий – нужно пересечь данные ямы. С использованием подручных средств, так таковы. После этого вы получите следующее задание. После выполнения данного задания, как вы видите, у меня за спиной есть лестница. Нужно будет пролезть по этой лестнице и попасть в машину, не используя земли, не касаясь земли. После этого будет выдано следующее задание. Эта гонка не про скорость и адреналин, а про мастерство и борьбу с природой и хитрыми вопросами организаторов. Но для участников все испытания – прежде всего удовольствие от процесса и победа над собой. В результате победу одержал экипаж безлюбедочного класса, прошедший трассу за 5 часов 16 минут. Александр Ширудила, Александр Ведерников. Новости ОТС.